И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть Дисциплс 2. Получается, на карте возвращение к былым временам. И, собственно, закончилась прошлая серия на том, что я просто-напросто унизил демонов. Как унизил? Ну, убил двух героев и зачистил их территорию. Ну, почти зачистил, там я вижу... А, нет, золото. Здесь я не собираюсь их зачищать. Вот, и сейчас пойду по дрящёвым, короче, персонажам. Вот. Ага. Марфтен, это их, короче... А, вот, победитель. Хе-хе-хе-хе-хе. Да, я победил волков. Так. Точно, я же ход не закончил. Так, что у нас по золоту? По золоту у меня 200. Что я могу сострябывать? Так, мне это уже скоро нужно будет, но ещё быстрее нужно будет вот это вот. То есть, матриарха надо будет делать. И, кстати, здесь есть выбор элементалист, который вызывает духа элементария. Ну, по сути, ни о чём. Просто вызывает духа элементария, и тот уже в следующем ходе дамажит. Либо же мага, который молнией дамажит по 45 в этот же ход. Вот такие вот дела. Да, ты потом можешь вызвать двух элементария, и они будут дамажить. Но маг-то в это время уже дамажит. Поэтому чутка не понимает смысл вот этого элементария. Вот. Такие вот дела. Ну, да ладно, как бы, фигда с ним. Любой воин. В общем, фигня всё это дело. Нужно будет вкачать магом, и построить магом, и нужно будет построить матриархом. То есть, собор и башню. Ладно. До этого мы ещё дадём. Потому что сейчас у меня денег нету. Вот. Ну, а пока что... Ой... Да уж, кошмар. Так, пошли-ка прогуляемся вниз. Вот, кстати, бочоночек видели там внизу. Это лавка обозначается так. Вот она лавочка. О, точно! Она же у меня апнулась. Так. Знание артефактов, тайное знание. Нет, тебе ориентирование, чтобы ты быстрее бегал. Это точно. Мой господин, мы не знаем, что делать. Должны ли мы продолжать поиски Святой Чаши, когда вы приказали... Как вы приказали? Или же мы должны отправиться на поиски Ху-Ларш? Как быть с двумя городами, которым мы должны захватить? Нужно вернуть Святую Чашу любой ценой. Мы должны использовать каждое преимущество. Наши противники оказались очень изобретательны. Маладин, ну, такой прям конкретный дядя. У него, кстати, защита. Тридцатком. Серьезно, так. Города очень хорошо охраняются. Но нам все равно придется починить их себе. Ху-Ларш могущественный противник. И у нее немало волшебных предметов, которые еще послужат империи. Я думаю, мы должны решать эти задачи по очереди. Короче, по-простому говоря, погнали за Чашей. На севере, как я понял, Чаша где-то здесь находится. Поэтому нужно будет сейчас гномов раззербанить. Поэтому для начала я сейчас завалю вот этого орка. И вот этого орка. И получу экспу. А потом уже буду валить других. Так. Тебя. Чтоб ты мне не мешался. Хотя зря, наверное. Мак-то у меня же конкретно дамажится. За два хода он бы задамажил конкретно. Ну да ладно. Да ладно, ты прикалываешься? Да не еще, ты долбаный. Что за фигня такая? Чего он промахивается? Никогда так конкретно не промахивался. Причем, кстати, когда я недавно играл просто так в соло, то он тоже не промахивался, Мак. Может, из-за того, что он стоял в другом месте? Ха! А может, из-за того, что стоял в другом месте? О, 25! Да ладно! Да ладно, мне сейчас надо... Ядрить, колотить. Ладно, этот сейчас апнется. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, вождь! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Мне сейчас надо собор делать! Срочно собор! 500 золота! Отлично, мне 500 золота. Нет, 350. Я получу X. Ну, так. Я получу 150. Да, да, 150. Надо золотые рудники искать, блин, в натуре. В натуре! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Вот это побороться быть и дня! Побороться быть и дня! Кстати, вот это заблокировать и пойну. То есть, если я заблокирую, допустим, сейчас лучника, стрелка, то он навсегда останется стрелком. И не будет развиваться. Соответственно, да, он быстрее будет качаться, все дела. Но дебильная, короче, идея есть. Но если уж на это пошло. А, ну, кстати, такая феня каная. Допустим, если вы вкачали здание элементалиста, но вам нужен маг, то вы волшебника закрестили, и он будет волшебником, так и останется волшебником. А уже все остальные будут улучшаться до мага. О, до элементалиста. То, вот, как бы в таком плане, да, есть в этом плане смысл. Ну, я-я-я-я-я-я-я-я, и, кстати, вот, видите, уже 25 у нее. Вот это потому, что я вкачал нужную штуку. Дракон-рока, да ладно, дракон. Ну, это, конечно, сам дрешевый дракон, но все же. Но все же. Так. Скелет на колонке. Я тут очку, знаете, ходить просто так. Кстати, да, в сохраню первой серии. Так что, если в что я накосячу, то я смогу переиграть. О, эликсер силы, отлично. Это эликсер силы на один бой увеличится на 30%. Вообще супер. Разбывает на 15, бывает на 30, на 30. Вообще зачетно. Так, теперь я ставлю вот здесь, короче, свой жесл. Как бы это ни звучало. О, да. И теперь у меня захваченный ресурс Мана Ада. Теперь у меня будет Мана Ада прибавляться. Су-ру-гирила. Са-ру-гирила. Нет, Са-ру-гирила мне не нужен. Слушайте, а с Bridgewater, это не тот город, который нужен? Са-ру-гирила, да. Это тот город, который нужен. Но это не мой город. этот город мне не нужен так здесь край карты здесь край карты так что как вариант это город где то вот с этой стороны будет слушал нифига себе а это халява ладно мне нужно хотя бы тогда этот город захватить тогда все пучку будет это тоже город близком так верно так но не сильно тяжело будет захватить и так далее этот город даже то сложнее будет захватить духом проведения призрака шум кошмар плюс здесь и так сказать вот это вот и вот этого вот это так сказать демо версии того что в городе и если честно вот это вот захватить будет легче чем вот это как это на три девана легче в этом плане плана не грех не жаловаться сейчас и так тащу чё батька так вот и золото потратил но о лавка ты моя спасительница лавочка ты моя спасительница реально я сейчас там все продам не смогу состряпать то что нужно Отлично. Фух. Реально, лавка, моя спасительница. Так. Вот это продаю. 1050 золотых. И вот это. 50 золотых. Ну и плюс свиток, потому что мне он нафиг не нужен. Еще 120. Отлично. Что у нас здесь? Так. Эликсир быстроты. За один день инициативу выбрану на 60%. Конкретно так, эта защита. Наносимый урон на 50%. А этот на 200 хиляет. Да, вот эти бутыльки нужно. Но опять-таки же, смотрите, они стоят 700 золотых. При всём при этом я могу их просто-напросто украсть. Для этого мне нужен вор. Ещё полонилос. Полонилос. Полонилос, не понял. Полонилос. Опять-таки же, здесь порт Полонилос. Может, это не тот город? Потому что там всё-таки... Ах, он... Чё-то там, а? Нету. Силённый дракон! Твою мать! Эльфы! Вы что, в натуре, что ли, приколуетесь? Ладно, окей. Так, мне нужно собор срочно строить. Отлично. Собор есть. И в следующем ходе, где конкуренты, я ещё и смогу этих построить. Ху! Повезло. Повезло-то, повезло! А, во, могу дамажить. Такс. Не, давай-ка... Ага, давай-ка, а этого-то и нету. 150 золотых стоит. Вот, это ж в натуре поворот событий дня. Такс, ладно, попробуем. Попробуем постоянно ставить в защите. Возможно, проканает. Ииии... Побежали. Отлично. Так, постоянно ставят в защите. Так, дамажишь. Защищаешься. Дамажишь. И попадаешь! Возможно, есть шансы. Да не, реально есть шансы. Всё неплохо. Всё довольно-таки даже неплохо. А я, наверное, совершил глупость, да? Ох, мне повезло. Мне чертовски повезло. Отлично. Мне реально чертовски повезло. Кайф. Вот это кайф, это я понимаю. Так, здесь ещё довольно-таки неплохо. Соточку нужно. Ассасин Империя. Вот это кайф. Ииии... Матриарх. 40. Исцеление по всем. Супер. Супер-супер-супер. Лечение, исцеление. Исцеление, кстати, это от негативных феклов. Таких, как яд, к примеру, паралич. Что очень даже мне нужно. И 40 хиляет всех. Это вообще кайф просто. Просто кайф. Отлично. То, что нужно. Так, что у нас здесь? Может, там эта гробница типа какая-нибудь? Ну ладно. Давайте посмотрим. Ускорение. Не, не буду тратить, короче. Ману чутка. Такс. Что у нас здесь? Давай-ка дальше. Попробуем пробежаться. Да, ладно. Это, короче, просто типа рыцарь всех убивает, а провидение всех парализует. И начнут они с моего целителя. Я даже туда идти не хочу. Даже не так. Я даже туда идти очкаю. А вот туда я хочу протестить и посмотреть, что там. Так, отлично. Завершаем ход. Что у нас здесь? Лагерь наемников. А что у нас здесь? О, воин варваров. Тут, кстати, неплохой чувак. Здоровье 250 и урон 80. Нехило такой чувак. Сколько это стоит? 850 золотых. Ну, конечно, смысла в этом нету. Но все же. Так, ну, смерти мне не нужно. Да и сюда гнать чувака, чтобы поставить... Чтобы поставить джезл, это, конечно, да. Еще тут мазохизм. Так. Погнали, короче, в зиму. Мне потому что нужно. Мне потому что нужно. Вот и все. Так. Такс. На разведочку. О, да ладно, я могу взять. Сфера жизни. Понятно, почему я могу взять. Говно еще то. Башня магии. Здесь я могу магию покупать. Здесь я могу ограбестись. А здесь я могу отойти. Так. Что это за говно? Сфера жизни. Наскешает погибшего воина в бою. А, просто говоря, это вот такой же эликсир, только тебе нужно еще предмет, точнее, поставить изучение. Сейчас я вам покажу. Вот. Вот это говно надо, короче, еще, чтобы у тебя было изучено. Вообще, еще это гадость сраная и нафиг не нужная. Такс. Тем временем мне нужен магов состряпать. А они требуют 500 золота. Ну, отлично. Ну, да ладно. Пока что мне это ни к чему. Я могу только пройти через вас, да? Понятно. Только через вас могу пройти. А сюда я не хочу проходить, потому что, возможно, не сдвинуться. Поэтому нафиг не будем рисковать. Такс. Да и в целом, я тут уже надо валить. Такс. Ладно. Вора потом сделаю. У меня денег нет. Кстати, на столицу нет смысла нападать, потому что там стоят вот такие чубрики. Вот такие стражи. 900 здоровья атакует 250 по всем. Вот. Ну и у того чувака такая же фигня. Там сидит в городе, только своя. Вот. Поэтому, как бы, кстати, у них очень персонажи есть в своей истории. Вот. Мизраэль. Мизраэль был послан, чтобы помочь империи и людей в их священной миссии. Он охраняет столицу от вражеских захватчиков, никогда не оставляя ее без защиты. Без своей защиты. Вот такого-то. Израэль. Кстати, он атакует жизнью и праведный гнев, точность 95. В общем, короче, он никогда не промахивается. Броня 50 своей, еще от города 40. Короче, я пытался, кстати, как-то убить. Была такая замашка один раз. И практически получалось. Знаете, практически получалось. Я сам был в шоке. Я просто обожрался всем и так далее. Ну, конкретно прям подготовился. И практически получалось. Кстати, вы видите, да, карточка не сильно такая большая. У нее здесь не получается сильно так развиться, но, суть, вы поняли. Кстати, здесь посох. Посох есть смысл здесь поставить, да, свой? Да, вот где-нибудь здесь поставлю, но потом, когда у меня будут бабки. Потому что сейчас я бабки потрачу на башню. Потому что надо срочно мака делать. Потому что он скоро уже качнется. Йес. Так, ну что, полетели. Угу. Вот, вождя, надо по пути замочкарить. Экспо нужна. Ты что, прикалываешься? Ты вот таки-то сразу вышел? Что, в себя, что ли, поверил? Да, в вас. Я тебе в себя поверю. Я тебе сейчас поверю в себя. Отлично. Дальнобойные. Что очень довольно-таки нехило рассыпется. И ближние. И смотрите, как бьет ассасин. Вот, 65. 61. И яд. Который в следующем ходу 20 задамажит. Но, опять-таки, он все равно так и так сдохнет. Потому что сейчас маг по ним всем дамажит. Может, конкретно прям задамажит. Вот, он даже не может убежать. Он не может убежать, потому что им кранты нафиг. Так. А, у меня полностью исцелились, потому что у меня каждый ход 15% здоровья восстанавливается. Да-да-да. Помню, знаю. Изучал. Валим раз. Твою мать. Смечет. Вот сбежит же, ей-богу. Сбежал, зараза. Ну, ладно. Так, что у меня здесь? Еще много. Да ладно, ты в натуре приколубишься. Придется. Нельзя его выпускать. А вдруг он какие-то артефакты вылез из города? Типа бутыльки и все дела. Типа бутыльки и все дела. Чука. Обожаю вас, ассасинов. Игнец демония. Игнец демония. Отлично. И погнали валить, короче, горком. Так. Тобой я хочу... Нет, стоять. Для начала я хочу состряпать себе вора. Блин. Надо построить гильдию сначала. Для этого нужно построить гильдию. Гильдию. А на одно и на второе у меня денег нету. Отлично. Забыл, что гильдию воров нужно стряпать, чтобы создавать воров. Че за беспредел? Тихо, тихо, не спеша. Воин полудохлый. Воин призрак. Отлично. Это что за фигня? Стоять. Офигеть. Окей. Погнали. Вот. Призраки. Как видите, они могут атаковать в любую цель. Нечка. Проличь. То есть они не дамажат, но они парализуют. Вот точно 70, а здесь 65. И это, пожалуй, основная проблема сейчас для меня. То, что они парализуют. Ну, с одним-то я справлюсь. Допустим. Теоретически. На практике же все может очень даже плохо оказаться. Давайте смотреть, что будет дальше. Нет, одного я завочу. Отлично. Самое главное, что я попал по параличу. Отлично! Она еще и промахнулась. Отлично! Вообще просто кайф. Валим паралич. Валим паралич. На всякий случай. Да, вот это я понимаю кайф. Дамажу. Лечусь. Убиваю. И лечусь. Отлично! Кайф! Полностью замочил и еще себя не повредила. Все благодаря тому, что промахнулась. Промахнулась по матриарху своим приключом. Кайф. Блин, я хочу дракону туда сходить. Ну, блин, очково. Хотя зомбаря завалить не составит проблем сильных. Да и порт. Не, все-таки хочу для начала сходить в этом. Сюда. За этой чашей или что там. Ммм, воин. Этого замочу сразу. Получу паралич. Удар. Попробовать можно. Если не получу паралич, то будет все в кайф. Потому что эта тварь сейчас сюда, конечно, и подойдет. Она на меня не нападет. Так что уж лучше я нападу. Такс. Понятное дело тебя. Промах, отлично. Лечение. Паралич. А, зараза. Ну, ладно. Я могу лечить. И паралич снят. Отлично. То, что нужно. Да, я понимаю. Это затягивается порой надолго. Вот такое. Просто война. А, паралич не снят. А, вот снят. Теперь паралич. Отлично. Опять паралич. Да что такое? Сейчас нужно словить момент, когда не будет паралича. И так далее. Но! Можно сделать другое. Смотрите. Автобой. Твою мать! Да ладно! Вы прикалываетесь. Вот такие дела бывают тоже. Так. Получается. Рыцарство. Слышь, да нищие, это конченное. Такие блюдок этот компьютер. Просто взял и рыцарем свалил. Слышь, борзевшая тут задница. Вот это поворот событий нереально. Ой, в натуре. Ненавижу давать выбор компьютеру. Потому что, ну, вы сами видели. Ступся за ровью. Просто свалил. Да ты на нищие, ты конченая. Ну, ладно. Давайте-ка вот так, короче, сделаем. И вот так сделаем сразу. Он даже не собирается сражаться. Вы прикиньте? Это чему он не собирается сражаться даже? Да ну нафиг. Слышь, днищики, я могу их завалить. Я точно знаю. Я просто потрачу на это много времени. Ну, ладно. Отлично. И всего-то прошло лишь 4 минуты. Реально, я 4 минуты сейчас мучил вот такую фигню. Дамажит, проличь. Ну, вы сами все видели. Снимая проличь, сняли проличь, а, и так далее, и так далее. В общем, конкретно прямо. И стоило убить воина, и сразу же начала в защиту вставать. Привидение. Что мне только на руку. Быстрее будет. Вот. Поэтому, собственно, я и включился. Как видите, очень легко завалить. Единственная проблема только время. На время, на время еще раз время. По 44 опыта они получают. Это довольно-таки неплохо. И довольно-таки немало. И очень даже классно. Да, я задумываюсь о драконе-рока напасть на него. На этих вообще не смысла нападать. Они даже вдвоем просто на меня проличем закидают, и все. У меня каранты будет. Здесь и подавно. А вот дракон-рока. Дракон-рока это мажет по всем. А хотя нет, это мажет по всем. Значит, означает, я огребусь конкретно. Не вижу смысла. Вот на тебя есть смысл. Хромовник. Хромовник это улучшенный воин. Суть примерно будет такая же. Так что есть смысл попробовать. Раз уж получилось так завалить, то есть смысл попробовать. Так, что у меня там по бабулясам? У меня нифига нету. Кроме как... Мне ж по сути этого и достаточно. Мне нужен вор. Такс. Вор. Со скоростью света бежит вот сюда. Я просто как раз за это время его успею... О, видите, да? Хоп, сел в корабль. То есть, так как он не летающий. Я как раз за это время успею зачистить. Так что все нормально. Такс. Понеслась. Понеслась. Тупая нежить в натуре. Все мои планы сбила. Так. Продолжить ход. Я вообще сегодня рассчитывал... Зачем в этой серии рассчитывал? Снега зачистить. Ну, к сожалению... Ну и ладно. Валить зеленокожих. 48. О, я от не прошел. Побегла тебе, чувак. Отлично. На счастье... Добью просто нафиг. Младь его молнией по башке. Ууу, нехило. 40. Яд. Супер. Но он не успеет подействовать. И еще разочек. Итого я только единичку не отъедаюсь. 43. Опытом. Что довольно-таки неплохо. Осталось... Да ладно. 4... 6. Всего лишь... Всего лишь 6. 6, понимаю, 6. Всего лишь 6. Кстати, вампир... Он получается дамажит во всем и высасывает себе здоровье. А привидение конкретно принадает параличного самобитета. Так что... Да. 6. Всего лишь 6. Опытов 6. Блин, мне надо найти какую-нибудь дручевую жертву. Так. Ну и раз я это не смогу зачистить... То воришками мне нужно пробегать не здесь, а через верх. Отлично. Ну давай попробуем тобой. Искренять будем нежить. Что уж поделать. Так. Сохранить. Соло. Окей. Закрыть. Погнали. Копьё. Урон 50. Защита, кстати, у него от всех элементов. Очень прикольный храмовник в этом плане. Защищается от всех элементов очень неплохо. Братня у него 0. И 160. Урон 50. Это, пожалуй, такая проблемка сейчас оставится. В том плане, что он... Даже 55 он дамажен. Паралить, и я не смогу вылечить полностью. У меня хиляет только 45. Такая проблемка. Не получится, так сказать, бесконечно возиться с этим параличом. И именно в этом будет вся проблема. Давай же промахнись, скотина. Да уж, это, походу, надолго. То ты загрузками, походу, не обойдёшься. О, повезло. Ну-ка, давайте глянем. А может, это и так проканает. Зараза, тебя надо вот два раза бить. 57, ты-то уж точно не задамажишь. Ну что ж поделать. Тут без вариантов. На паузу. Ну-ка. Паралич. Отлично. Промахнулась и... Поплатилась. Получается, два раза промахнулась. Мне повезло в этот раз. Я за три удара сдамажил. Завалил, так сказать. Поэтому, как бы, в этом плане мне повезло. Так. Ну, а тобой теперь защиту. А тобой дамажим. Отлично, отлично, отлично. Просто замечательно. Такс. Неплохо. Последний удар остался. Всё. Фу. 57. Экспо. Кстати, за меня они получают также 57 экспо. Эффект от нас одинаковый. Так, 101 экспо. Неплохо. Так, и здесь уже школа магии. Или как там, магазин магии. Отлично. Так. 170 золотом. Ни о чём. А, кстати, я же так посох-то не поставил. Вот, я здесь, наверное, сейчас поставлю посох. Разбобулиськи есть. Так. Ледяной столб. Чума. Камерная дождь. Исцеление. Исцеление. 30 дней здоровья не требует урона маны. А, точнее, мана рун. Ну ладно. Так. Вот здесь ставим свой посох. Жезл, точнее. Чтобы... Чтобы немножечко... Как это сказать? Увеличить свою территорию. Потому что по заданию всё-таки мне нужно увеличивать свою территорию. А благодаря тому, что я демонов немножко подсократил, они теперь не могут сильно увеличивать свою территорию. Так, ладно, погнали. Возможно, сейчас набор нападут. В этом плане я не спорю. И я не сохранился. К сожалению. И мне сейчас нужно будет... Давайте я с ним сходжу. Такс. Да, сейчас набор нападут. Чёрт убери. Надо же было так лохануться. Ну и даже отступление не поможет. Жаль. Жаль, что сейчас придётся обратно загружаться. Отлично. В общем, я также победил этого... Господи, призрака. И ставил, как я победил, поставил на мгновенно. А был у меня, кстати, на медленно. Сейчас поставил скорость битвы на норму. Посмотрим, как она будет. Скорость битвы на норме. Такс. И давай-ка валить уже отсюда. С этой территории нафиг. Вот. В город сяди, посиди там. Так. Воришку я защитил вот так. Поставил вора. И сверху поставил Эдвин. Ну ладно, Эдвин. В общем, воины на Пегасе. И Легион Проклятых зашёл в лавку, что-то купил. И теперь ждёт покорные мои... Так сказать, казни от меня. Что я непосредственно предоставлю ему? Конечно же, без лишних... Без всякого отзарения и совести я просто нападаю на него, и всё нормально. Потому что эта гнида валила моего вора. Просто ни за что. Скотина. Так, ну отлично. Сразу же валим, конечно же, главного героя. Яд? Конечно же, яд. Так, потом. Тебя. Магией по всем. Валим, отлично. Так, дальше. Исцеление не нужно. Инициатива 40, у тебя инициатива 40. Ну как вариант, ты всё равно свалишь. Ой, ну ладно, давай рискнём. Всё равно кто-нибудь освоит. Эх ты ж, зараза, в натуре. А я-то надеялся, что я быстрее нападу. Ну да ладно. В итоге оба свалили, отлично. Маг у меня апнулся. А, там, кстати, ему уже надо было всего лишь ничку, что ли, опыта. Ну ладно. Неплохо. На дрячах, так сказать, раскачал его. И теперь он дамажит по 45, что очень даже неплохо. Так, и, понятное дело, ускорение. Мне надо ускорение. Ну, во-первых, он там не мешается. Во-вторых, его нужно добить. Да и... Да тут без разницы, хоть кого. По 11 опыта получает сверху. Отлично. Вот, эликсир исцеления. Спасибучки большое. Пригодится. А... Так, ну и воришкой сюда бежать. Нет, сюда бежать. Отлично. Даже почти как надо. Так. Город. Что мне здесь нужно? Храм это, чтобы исцелять. Конешния империя нужна. Но нет для них денег. Здесь все изучено. И... Базилика. Это будет прорицательница. Базилики. Конечно, для прорицательницы у тебя слишком локровидный костюмчик. Я бы так сказал. Да ладно. Такс. Хиляет по 70. Уже неплохо. Но пока что до них еще далековато. Хотя и до этого далековато еще. Потому что больше ему негде качаться. Потому что карта маленькая сравнительная. Я специально выбрал маленькую карту, чтобы не много серий было. Так. Заканчиваем ход. Отлично. Довольно-таки неплохо уже количество урон у меня. Такс. Ай, черт побери. Так, сваливаем. И как получается я делаю? Во-первых. Сохраняюсь. Перед тем, как нападать. Точнее, заходить в лавочку. Потому что это шанс есть только. Заходим в лавочку. Выбираем украсть предмет. Ну, собственно, здесь только есть украсть предмет. Выбираем, какой предмет украсть. Кстати, шанс 60% шанса успеха. Там сразу пишут, какой процент шанса. Вот. И выбираем, допустим, мне вот это нужно. Отлично. Я украл. Супер. Ход закончился. Собственно, вот так я и буду красть потихонечку предметами. Так. Ты пока что меня остаешь здесь. А что если с тобой сходить куда-нибудь туда? А, я не могу сходить, потому что у меня здесь немножечко мешаются. Немножечко мешаются. Немножечко мешаются. Ну, давайте вампира тогда загасим. Почему бы и нет? Раз он здесь у меня тусуется недалеко. Давайте его загасим. Все равно он мне так и так мешаться будет. Так. Ну, а ты садись сюда и сиди здесь. Так. Здесь все разграблены. Здесь нужно будет разграбить. Тарарараря. Надо убить. Так. Отлично. Завершить ход. Так. Демоны ничего не делают, так что все пучком. Так. И опять сохраняюсь. Так. Беру вора. Выбираю. Захожу в лавку. Выбираю нужный предмет. Украл. Отлично. И у меня есть еще ход на вторую кражу. Но для этого лучше также сохраниться, потому что опять придется по новой все красть. Опять выбираю вора. Опять выбираю красть. И тут уже, так как здесь изъели только на защиту огня, земли, воды, воздуха, то есть как бы это все фигня. То я уже выбираю бутыли на исцеление. Опять украл. Отлично. Вот. Ну а потом, когда я все украду, все что мне нужно, я просто главному герою все передам. Так. Ну, понятное дело, что надо сохраниться. Чем я обожаю обычные игры, там можно сохраняться. В онлайновых нельзя, к сожалению. Просрал так просрал. Вампир. Урон 50 по всем. Смерть, поглошение жизни. То есть сколько он надамажил, столько он исцелился. Ну, все не все, но все же. Люди, отрекшись от небесного отца, превратившись в вампиров. Они подлежно поддерживают свое жалкое существование, высасывая жизненную силу из невинных людей. Ну, собственно, эти невинные люди сейчас его загасят. Без проблем причем. Конечно, надо было ударять по призракам, не спорю. Но у них инициатива 40. Это во-первых. А во-вторых, у моего мага инициатива 40. Ой, у них инициатива 20. У моего мага инициатива 40. Дамаг 45. Ну, понимаете, про что я имею в виду. Так. Давай, тебя тобою подождем. Тобою загасим. Твою мать. По одному-то промахнулся. Я имею в виду по одному из вампиров. Вот, смотрите. Какой сейчас эффект от монахини будет кайфовый. О, да. Эффект от монахини кайфовый. В натуре. Не надо же было тебе так промахнуться. Да нищая конченная. Надо было все-таки валить. Такс. Мне, по идее, сейчас должны еще выжить. Вроде бы, я надеюсь. Хотя, нет. Да, я так и знал. Отлично. Надо по новой. Ну, зато он опнулся. Мне персонаж опнулся. Так. Загрузить. Я так и не покажу. По нормальному, походу, делаю эффект от исцеления. И какой в нем огромнейший есть толк в этом плане. Такс, ладно. Ждать не будем. Сначала тебя. Хотя толку вот этого вон чутка маловато. А, у тебя наед иммунитет. На смерть же. Иммунитет. Твою мать. Я думаю, что за фигня. Почему он не сработал? Да вы днищи беспонтовые. Ну-ка, давай. Двоих. Молодец. Отлично. По всем попал. И теперь смотрите, какой эффект. Вот сейчас я точно покажу. Смотрите. Хубана. И они все исцеляются. При этом, если бы я пошел по другой ветке, я мог бы исцелить только одного. Ну, конкретно. Прямо если... Да, они бы фулл бы исцелились бы. Один. Вот. Зато остальные потом бы огреблись бы. Вот такие вот дела. Так. Высасывает. Аааа. Ммм. Так. Влечение. Отлично. И если сейчас не провогнется, то будет все зачетно. Отлично. Ты не промахнулся. Вот это кайф. И я фуловый выхожу из этой битвы. Хо-хо-хо-хо-хо. А, ну да. Ты немного этого опыта отошел от этого. Так. 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 Ну, неплохо. Неплохо скоро, да. Апнется уже там полкишочек остался. Отлично. Просто супер. Фух. Повезло. Так. Сохраняемся. А, смысл сохраняться? У меня аж афтосохранение. Ну, ладно. Уже рефлекс сохранится бы. Так. Отлично. Герой появился. Значит, чутка надо быть настороже. Эм, да. Сейчас я всё украду. И мы продолжаем. Так. Как вы видите, я уже очень много наукрал. То есть, в основном, хп по 200. Сейчас эликсир жизни вытащил. И есть смысл уже передать. Но пока что я передать не могу. так как здесь немножко мешают лишнее создание так берем сундучки сфера вампира говно конечно это высасывает жизни если не ошибаюсь всех или сыр и целине о кольцо отлично сфера вампира призывает ааа битву вампира призывает а вот это кстати неплохо ну вы увидели эффект от вампира классный чувак классный чувак ну да ладно такс призрак привидение вариантов нету вариантов нету кроме как напасть ну вот хотел на север пойти в итоге внешне убивают так сохраняем закрываем убиваем ну или стараемся убить такс надо того привидения минимум оставить точнее одного парализатора этого доброго так по тебе и па а отлично просто кайф хотя параллит все дела я понимаю и как бы с одной стороны это правильно с другой стороны я просто сейчас убиваю тебя чтоб ты не дамажил по мне А потом убиваю тебя. Ну и лечусь. Видите, да, уже эффект хорошей армии сразу налицо. Так, чутка осталось. Сейчас зачищу эту башню, и все будет уже пучком в этом плане. Так, но сохраниться стоит, чтобы время потом уже не тратить обратно на них же. Колдун. Вот, кстати, я вам сейчас покажу чернокнижника. Атакует Мором, то есть источник смерти, и наносит он урон. Ну и воин. Хотя, может, и не покажу. Ну ладно, фиг да с ним. Уж больно таки хотелось показывать тебе. Инициатива 40, даже если он быстрее, мага сходит, то он сдохнет от еда. Что очень даже неплохо. Так, на, по тебе дамаг. Угу, типа да. Но в итоге, бау! И издыхают все. Просто отлично. Ну и, собственно, ассасин добивает кого нужно. Отлично. Апнулся. В итоге 70 урона стало. 180 здоровья стало. Точность 82, дополнительный ход у него появился. То есть он дальше может ходить. Ну и все, пожалуй, все, что изменилось, так сказать. Сейчас вы, видите, движение 22 стало. А, ну и я смогу... Оооо, это кайф. Божественный эликсир. Эликсиры, обожаю эликсир. Добавляет единиц здоровья. Ооо, здоровье, это вообще кайф. Смотрите так. Хубана. И у него здоровье теперь 207. Вот это уже неплохо. Такс, отлично. Так, это я руина разграбил. Такс. Так, здесь у меня... А, я здесь посох не поставил. Вот лошара, я жезл там не поставил. В этот раз. Надо бежать. Надо ставить жезл. Поставлю где-нибудь здесь, чтобы жезл стоял и прям конкретно с центра все выедал. Все территории. Потому что мне территория нужна у меня всего лишь 20%. А надо 50. Так, ладно, отлично. Ход есть смысл завершать. Так, чем там по золотишку? Тысяча золотишком. Тысяча золотишком. Так, ладно, пока что я ничего не буду делать. Ты же беспредельщик. Ты че, к моему троллю лезешь? Так, лидерство не нужно, опыт странника. А, сапоги. Сапоги тоже классно. Так, наука. Сапоги. Без вариантов сапоги. Ты же беспредельщик. Ты, это, не борзи. Ты куда к моему троллю поперся? Я понимаю, что я у тебя весь опыт уже захапал, но к моему троллю-то не лезь. Ты слишком так-то уж не наглей. Так, на итоге это просто тупо с нуля окупленный персонаж. Так, инициатива 40. Я тебе потом и так завалить смогу, да? Что означает? Давай попробуем такую тактику. Отлично. Потом тебя. Отлично. По тебе яд. Вы сваливаете. Но! Бабах! Сдыхает двое. Так, лечение не нужно, защищайся. Тебя я дамажу и добиваю, так как у тебя инициатива конкретно больше. И тебя добиваю. Кайф. Просто зачетно. Просто по тактике развел, чувака. 32 опыта. Реально просто по тактике развел. Ну и надо добить уже это привидение. У-у-у-у, привидение. Надо добить его. Так, ну и, собственно, воришкой нужно будет сейчас чутка помоздрячить лавочку. Так, украл. И давай еще один. Вот. Когда провал, то вот такая картинка. Ну, собственно, я для этого и второй раз заюзал, чтобы показать провал. Чаще всего, когда не сохраняешься, почему-то провал происходит. Это очень чаще всего. Так, загрузите, кстати, все предметы, которые вы до этого крали и так далее, они исчезают. Так что, да, тоже обидно. Прям конкретно обидно, если не сохраняться. Ну-ка, давайте посмотрим. А сейчас? Украл. И... Украл. Вот, такой тоже не редкость. Текс, текс. Ага. Жезл, точно я тут собирался жезл ставить. Давай здесь поставлю. Отлично. Так. Ну и все. Ну вот. В прошлой серии демонов обидел, в этой серии нежитя обидел. Ну, вообще, я даю. Прям конкретно. Такс. Ага. Ну, конечно, не туда. Здесь я просто-напросто сдохну. А вот так вот. Отлично. Текс. Много потов не бывает. На корняках можно будет продать, если чем. В эту же лавку. Мда. Сейчас специально даже несколько раз. Не сохранялся. И да. Я два раза сдыхал на второй попытке украсть. Смешно порой от этого происходит. Но здесь реально как будто бы игра. Ох, он долго не сохранялся. Надо накосячить ему. И до смешного порой доходит. Но, блин, реально так оно порой выглядит. По крайней мере, со стороны. Так, давайте уже тролляя загатим. О, тролляя, он конкретно прям серьезный. 120 урона. 350 здоровья. Ну, опять-таки же, людоед, он примерно такой же. Так что, ну, вы понимаете. Если уж я с предыдущими апгрейдами людоедов валил, то, чё, с этими апгрейдами не завалю. Вот. Так что, ничего серьезного в нем нет. Ну, конечно, нужно было в блок, кстати, все дела. Ну, как бы я... Так как я все равно не собираюсь в ближайший ход на кого-то нападать, так что... Все, здоровье восстановится. Ну, или почти все. 83 опыта. Нехило так, нехило. Как вы видите, уже 400 опыта. Что означает, скоро они еще раз апнутся. А это означает, они еще увеличат себя здоровье и свою способность. Убивать либо исцелять. Так, что у нас здесь? Паучиха! Да ладно, гигантская паучиха. А, ну я напасть на тебя не могу. Отлично. Так, ну, на всякий случай давайте сохранимся. Потому что всякое может быть, она может двинуться, скотина. Погнали. Да, как я и говорил, она может двинуться. Так, ну опять-таки же... А нет, не исцелилась. Паучиха. Паучиха, ну да, гигантский паук, это, конечно, да. Это еще та отворотина. Просто жуть. Но опять, смотрите. Удар. 130 урона. И паралич. Что означает, мне нужно ставить в блоке. Оп, это, кстати, у них и у тысячи. Здоровье 420. А, я не дал иммунитет. Есть у тебя к дету? А, нет иммунитета. Отлично. Иммунитета нет. Так, а мы идем в защиту сразу. Без вариантов. Магом глушим. Прям. Ух, оно как. А я что-то посмотрел. Попал или промазал? Мне кажется, что промазал. Т-экс. Еще бьем. В защиту. Возможно, и попал. Т-экс. Снова лечение. Да, в такой ситуации лучше всего лечение на одного. Но опять-таки же, я выбираю тогда, когда есть возможность лечить всех. Ну, массовое лечение, все равно кайфовее в этом плане. Так, я прошел, что за фигня? Ну-ка, давай-ка по новой. Молодец. И... Инициатива 35. Отлично. Значит, Мага добьет. Либо я добил бы, либо Мага добил бы. Так что, все нормально. Я был в беспроигрышной ситуации. 108 опыта. 100, мать его, 8 опыта. 525, то есть половина. 525, опять-таки же половина. Ну и здесь 400, 3. Ну, далеко до половины. Вот. Так что, просто офигенно, если честно. Просто офигенно. Так, берем сундук. Книга тайного знания. Отлично. Что эта книга дает мне? Позволяет... Барать на руки сферы, использовать их в... О, прикольная, кстати, книга. То есть, получается, суть в чем? Если я одену эту книгу, то я смогу использовать сферы. Вызов вампиров. Это довольно-таки неплохо. Довольно-таки, да, неплохо. Потому что он конкретно дамажит 50 по всем. И при этом себя еще хиляет, если сможет выжить. Кстати, вот так давно уже хочу сделать. Потому что мне привычно, когда Макс все-таки сверху. Мне реально так привычно, у меня Макс всегда сверху стоит. Опять-таки, чтобы экипировать книгу, мне нужно знания книг сделать. Выучить. Для этого мне нужно апнуться и так далее. Так. Если я тебя задамажу, тебя я массово убью, а ты говно. Отлично. Погнали валить их. Уж кого-то я завалю, так завалю это их точно. Don't push me. Так-с. Для тебя уже появилась работа новая. Ставить жезл. Потому что нужно. Кстати, если бы я раньше поставил сюда жезл, то это бы руна, точнее, это бы мана давно была бы моя. И вот это бы мана давно была бы моя. Потому что территория, как видите, это целиком остров. А я не поставил. Вот такие вот дела. Так, ладно. Сохраняемся. Вот. Я стараюсь пропускать то-то дело всё. Я надеюсь, что это как-то прикольно получилось, то, что чик-по оба щелка и всё прошло. Я потом пересмотрю и посмотрю эффекты вообще. Прикольно, мне прикольно получилось. Так, ну ладно. Суть в том, что пора дальше нагибать нежить. Чему бы и нет. Tex. У тебя есть персонаж? Ты прикалываешься? Чувак. У тебя есть персонаж, ты понимаешь? Ты чувствуешь, да, вот эта связь? Вот, вот это, кстати, устанавливает жезл. Вот, товар, героям. Так что... Это герой. Она, кстати, дамажит, она дамажит... А, она получает страх накидывает. А страх прикольная штука. Накидывает страх, и чувак просто разворачивается и убегает с полевой. Реально прикольная штука. Давайте позавалим. Без вариантов могу всех завалил, но надо же было кого-то завалить. Ну так, на всякий случай. 17 опыта получил. Нормально. Предметов нет, понятное дело. Вот, ну и погнали дальше навалить нежить. Что у меня там по мане? Есть мана. Экономим время. И фирмное время, я бы так сказал. Так, ну тут, смотрите, тут все легко и просто. Ассасином убью призрака. Ой. Призрака, да. А это кто тогда? Привидение. Призрак, привидение. Так, привидение, а ты призрак. По-моему, так они вообще призрак и привидение одно и то же. Ну да ладно. То есть, бью призрака. Маг бьет по всем парализующим. Ну а ты, понятное дело, и этого убьешь. И убиваешь потом. Теоретически, сейчас должен четверых убить. Трактически, чувак тащит. Вот, смотрите. И, если бы хилял бы одного, то был бы выбор. А так, без заморочек, все-то все легенькие, здоровенькие. Ну, почти все. Сейчас, долечу. Ну, чутка энергии не хватило, назовем так. Отлично. И получил 42 экспы. Сколько боев уже? 28 боев выиграно. Отлично. И сейчас, в следующем бою, уже пойдем в это... В руины, короче, пойдем. Да, блин. На туре проскакивал тут. Давай сюда. Да, лучше поставить, короче, не будет здесь. Чем? Ту-сту-сту-сту-ру, короче, где я поставлю. Хотя прямо здесь на проходе поставлю, заодно заходить уже не нужно. Гнездо пауков, там стопудово тоже пауки сидят. Я вот здесь, короче, на проходе поставлю, и будет кайф. Так, ну и опять-таки расхоряемся. Да, я скоро уже вора уберу, потому что там больше красить нечего. Иии, такие вот дела. Так-с. Бабок у меня уже дофига, так что давайте я начну уже здание состроить своим. Потому что нужно. Пока есть деньги. Отлично, у тебя новый герой появился. Я рад за тебя. Так-с, погнали в руины. Вот она, вот она, вот она, вот она. Виверночка. Виверночка, виверночка. Виверночка, виверночка. Урон по всем. 25. Инициатива 35. Ладно, это говно проличное, я звалю. Значит, нужно тебя сразу же бить. Теремендец к смерти. Поэтому я тут, а, подожди, а, это у следующего левую имутию смерть, отлично. Это, как раз, вы верны. Ой, невы верны, а у дракона там, который там тусовался. У него имуниддец к смерти. Все, брат, это супер. Конечно, сейчас, да, мы же все дела. Ну, это же все фигня. Вы же понимаете, да? Я хиляю по 40. Надо же что-то делать. Матриархату-то. И... Тут, короче, было три варианта. Даже четыре варианта. Убивает ассасин. Убивает... Мечник. Убивает... Воин на Пегасе. Вот. Убивает маг, либо убивает яд. То есть, вообще, короче, было без вариантов. Единственное, только матриархат не может убить. Ну, да ладно. 634. Неплохо. Я все качаюсь быстрее и быстрее. Что я получу из руин? 300 золота. Неуязвимость. Отлично. А что ты мне даешь? В течение одного дня зачарованный воин будет получать на 50% меньше урона от всех атак. А вот это уже неплохо. Это мне конкретно сейчас пригодится. Когда я буду дамажить уродов всяких разных. Так-с. Погнали уже туда вниз. Добьем это долго нанежить. Так. Вот ты поставишь жезл прямо сюда на проходе. Чего бы был. Ну, вы понимаете, да? Я теперь туда пройти не могу. Хе-хе-хе. На это и весь расчет был. Вот. И уже беги туда наверх. Дерема, здесь тоже жезл надо будет поставить, чтобы уже эта территория заполонялась мной. На то 22% всего лишь она до 50. А это не очень хорошо. Так. Ну и последний, так сказать, заход. Давайте посмотрим, что у меня получится. Так. Иксер. Воскрешение. И... Давай еще исцеление. Отлично. Теперь у меня 9 бутылей. Отлично. И 4 воскрешения. Все. Супер. Он больше, как бы, по сути, не нужно. Так. Этот сейчас сюда прибегает. Эти меня сюда подбегаю. Отдаю ему весь лут. И все пучком. Так. Завершаем ход. Черт. Чьерд. Чьерд. Почему чьерд? Я забыл состряпать задание. Ну ладно. Вот, кстати, тут реально есть выбор. Построить фонтан жизни. И, по сути, ангелы прикольные такие. Персонажи. Дома хорошие и так далее. Ну, у защитников, у паладинов, есть броня. И когда у вас паладин стоит спереди, то есть мечник стоит спереди, лучше ставить паладин. Когда у вас мечник нужен для того, чтобы сопровождать ангелов, лучше брать архангелов. Лучше брать ангелов. Вот. Поэтому, как бы, тут такая вариация событий. Так. Угу. Ну, давай сюда поставим, так. Такс. Беги. Ну, лечи! Отлично. Потихонечку, помаленечку, и территория будет наша. Такс. Далее. Нас тут непредвиденные обстоятельства. А вылетели. Поэтому. Ты решил замажить? Ты смотри-ка, тебе надоело получать люлей, ты решил, короче, типа, я могу убить. Не, ну это, конечно, ты, чувак, просто достоин уважения. Поэтому я вот чисто, прям, с чистой душой тебя убью. Прям без лишнего, там, презрения и так далее. Потому что реально, чувак, ты просто затащил. Конкретно. Я не ожидал. Да, я понимаю, что у тебя там нет шансов против такого развитого человека и так далее. Но ты хотя бы достоин уважения. Вот сейчас ты достоин уважения. Так, 666. Прикольно. 666. Прикольно. Ну, я имею в виду опыта. Так, ну и погнали туда вниз. Так, воришка. Прорваться можешь? Прорваться не можешь. Что очень даже фигово. А если здесь прорваться? Вот тоже далековато, однако. Ну, ладно. Сопрем еще что-нибудь. Раз уж. Сама игра говорит. Стой, не уходи. Сопри еще что-нибудь. Сопрем, к примеру, какой-нибудь эликсир. Защиту. Вот, кстати, вот это вот появляется чат, и там можно, типа, кому-нибудь писать сообщение, там, типа, отправлять личное, либо всем и так далее. Ну, это когда по локалке играете. В этом и есть смысл. А так, как бы, фигня. Так, ладно. Я вроде бы проговорил, и так в итоге здание-то не улучшил. А нет, я вроде бы улучшил. А что я улучшил? А, у меня, наверное, просто бабулесов не хватает, поэтому я не могу улучшить. Да, полторы тысячи стоит. Базилик стоит также полторы тысячи. Здесь я уже улучшил. Здесь стоит полторы тысячи. Это тоже алтарь, полторы тысячи. В общем, по полторы тысячи стоит, то есть мне на три тысячи, ну, по простому говоря, мне нужно просто воином добраться вот сюда и все продать лишнее. Лишнее и ненужное. Кстати, тут есть такой прикол импортировать, либо экспортировать персонажей, экспортировать предводителя. И можно сохранить себе персонажа. Причем потом ты этого персонажа загрузишь и будешь играть в другой карте. Так что я обязательно персонажа сохраню. И если все нормально будет, то я в следующей игре буду уже с ним бегать. Та читерство. Ну, что поделать. Так, погнали. Валить уже неже дальше. Добить ее нафиг. Чтобы уже было легче немного ходить моему персонажу. А то и что, гопни, теперь крылья в ход в магазин. Приходится в обходную ходить. Ах, ты ж на тот туре. Больно бьешь. А я вот так сделаю. И нет твоего паралича. Так, ну а теперь вот так можно сделать. Все равно сделаю так, как мне нужно. Ну, других вариантов просто нет. Так, отлично. Отлично, отлично. Так, теперь делаем вот так. Выбираем обмен. И все по одной штучке передаем. Да, это заморочено чутка и так далее, но... Оно того стоит. Особенно, когда передаешь такие конкретные предметы. Оно того стоит. Так. Так, кстати, я смогу еще украсть что-нибудь. Погоди, 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 погоди. Да. У меня двушечки должно хватить. Потому что если еще сцена, там мне придется опять бои переигрывать и так далее. Да. У меня двушечки хода мне хватило. Просто хочу все бутыли уже спереть до конца. Ну, чтобы они все были. И все пачком будет. Так, ну а ты давай. Оставил жезл и вали в город на защиту. Такс. Отлично. Такс. Вот такие вот дела. Хотя, погоди, я же могу еще одно что-нибудь спереть. Да, вот этот бутылечек с опром. Отлично. Так, все передаем. Такс. Здесь ставим нормальный конкретный бутыль. Ну, и все. Ну, вот на такой уже конкретно серьезной, прекрасной ноте я и буду уже заканчивать эту серию, потому что уже реально даже еще больше времени прошло. Вот, поэтому, опять-таки же, пишите комментарии, все дела, потому что я, как я уже сказал, я не читал еще комментарии ни к какому из видео. Я их стараюсь, буду стараться все снимать за раз. Вот, поэтому подписывайтесь на канал, если впервые на моем канале, ставьте лайки, комментируйте и так далее. В общем, всем удачи и всем пока.